всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня снова будет закупка продуктов из магазина лента ездил у меня вновь муж он не просто помогает у него есть возможности он заезжает я напишу небольшие списки ну и плюс он как всегда что-нибудь от себя до покупает в этот раз у него получилось на 8 300 мне кажется прошлый раз примерно было то же самое так что вам сейчас все покажу и так вот такая закупка получилась у моего мужа давайте начнем по традиции с полу фабрикатов и мяса но купил он кучу тут всего сказалось ну но затарить морозильник в общем чтобы мне потом не ездить и не таскать в общем всякой тяжести значит вот такие перемешки цезарь хинкали лентовский он кстати у меня муж как-то покупал я как-то покупала вкусные вот эти лентов ские хинкали и вот такие вареники с картофелем вот именно марки мороз к ведь это постный продукт украинские они очень получаются вкусные тесто не разваривается при варке начинка никуда не убегает десна это просто с картошкой без лука без грибов это у меня детки любят вот такие с картошкой поэтому я он тоже купил на всякий случай чтобы лежала так дальше докупила снова для пиццы две упаковки по две штуки у меня правда еще с предыдущего раза осталось ну ладно и вот здесь вот вкусняшки он очень любит вот этих острый и чего пицца я не совсем кстати понимаю вот и вот это все ну как бы вкусно ну как бы как бы да она внутри там с курочкой ну как-то я не я не заценила и вот такие вот еще но в общем он на работу берет и наггетсы взял с сыром и просто обычные тоже от марки мороз к они неплохие вот эти ленковские тоже хорошие в общем взял так дальше здесь мясо курицу тушку куриный фарш взял вот такой на сколько на килограмм получается и здесь взял вот такой большой кусочек мяса укорок я его разделываю на несколько раз потому что здесь получается у меня аж а он взял потому что видите стоило сто восемьдесят девять рублей поэтому взял видите на три килограмма так что я разъема порционно чтобы не доставать не знаю правда жирок здесь есть но посмотрю в общем разделаю такой большой кусочек дальше сосиски это я у него попросила я их брошу тоже в морозильник для пиццы и не только может быть сосиску в тесте сделала то есть я просто вот из этой оболочки не достаем достаю запаковки делю там на несколько порций скажем так и в морозилку потом достаю на пиццу вообще отлично получается и себе на завтрак вот такие сардельки кстати тоже неплохие вот дальше еще здесь он взял селедку вот такую не знаю так может поедим или замаринуем с горчицей посмотрим сырок здесь голландский и галта такой колбаска вот это это действительно вот та старая лентовская которая была раньше только просто поменялось я так понимаю вот это упаковочка у неё так она точно точно такая же по вкусу тоже вот и здесь немножко у меня молочки значит молоко большая кружка вот такие актимельки с разными вкусами набрал с разными героями это детки и он сам у меня пьет персик еще и риска кстати вот эти сливочные риска очень вкусные вот и мне взял я у него попросила вот такой йогурт термостатный правда он вот этот йогурт он получается прошлый раз я брала саушкин вот он мне взял данон наверно сашки не нашел полутора процента он действительно реально как сметана очень вкусный йогурт мне так понравился я добавляю что варенье и вообще просто балдеж на завтрак ем как десерт очень мне понравилось он взял две большие баночки и почему-то две маленькие но это наверно когда я буду совсем голодная это когда не очень холодная так дальше здесь тоже сырочки он всякие у него все пакеты порвали всякие разные набрал все помялись они у него ничего страшного такие лента ски кстати очень плохие сырки но я как говорила очень люблю вот эту картошку купил вот такую медовуху вот такую вот не знаю попробуем но иногда берет у меня такие вещи принципе вкусно так а здесь он взял у меня вот такой видите написано новинка для сэндвичей и запекания в общем вот такую какую-то штуку с сыром но это типа майонез сыром я так понимаю да мне многие спрашивают по поводу майонеза хайнс но так как ездил мой муж я сама не посмотрела вот уж мужу уже не стала просить посмотреть вот так же взял он меня вот эти булочки наверное что-то будет делать вкусно так дальше хлеб столовый от кровать тостовый хлебный дом лентовский батон еще он мне привез вот эти вот они даже еще теплые до сих пор лепешки стандыра как я их обожаю девочки они такие вкусные хотя многие не понимают меня видите получается на лепешка по 29 99 считайте 30 считайте 30 рублей 1 штучка стоит но они такие я обожаю я их обычно просто так я просто со стаканом воды не знаю очень мне нравится очень вкусные именно вот эти лентовский они сами там пикута здесь печка у них и просто нереально вкусно фисташки еще он взял у меня и здесь конфетки такие батончики вот эти батончики тоже обожаю их просто что-то у меня побаловать решил и вот это халва в шоколаде тоже обожаю обожаю род фронт вот эти очень вкусненько так и дальше у меня здесь фрукты овощи картошка лук у нас все остался крупы тоже еще есть вот эти гола молдавия по 109 рублей получается так на 220 рублей мандарины а это клементина он взял ему кстати больше нравится клементина чем мандарины говорит что они слаще на 152 рубля дальше здесь груши конференц на 218 рублей и помидоры вот почему-то он взял 2 и упаковки на раз и скидками были вот одни по 99 рублей это слива видны и такие взяла не прогонит помялись вот и не вот такие просто томаты по 115 рублей и 3 огурчиком вот таких вот на развес у нас сейчас он по крайней мере в туаленте который я езжу они очень плохие огурцы на развес они прямо так так чуть-чуть надавливаешь они мягкие поэтому мы берем вот такие сейчас так здесь еще яйцо куриное c13 десятка но и здесь как всегда вот это как всегда но ничего не могу поделать с этим так любимый тропический мис микс и яблоком фанта грушева это кстати вот эту штуку я люблю девочки честно вам признаюсь это же тархун да типа а нет это какой-то лимонад но это наверно что-то наподобие тархуна видите такой зелененький я очень люблю вот ну попробуем потом не знаю что такое первый такой вижу кола ваниль на здесь у меня собаки он сразу набрал много мне чтоб тоже не таскать с цыпленком и из телятины это мы добавляем в кашу я уже говорила она буквально там кашу миску положить и сверху там столовую ложку просто для запаха чтобы не привередничала к там сухой корм вот эти паучи пакетики мы их называем и здесь еще взял мне порошок у него попросила так как мой уже закончился и не вот кондиционер под кондиционером не маленькую всего бутылочку взял ну да ладно еще вот сейчас забыл принес туалетную бумагу вот такую так что вот такая вот получилось у него закупка сейчас покажу вам чек и вот показываю чек вот сумма составила 8 304 и скидка по карте 2 437 значит сумма 8 304 это та сумма которая отдаётся на кассе то есть сумма и туго я не знаю почему лента не пишет сумму до сумму после цвета он выделяет ндс я знаю что многие небольшие п закупаются в ленте везут потом в пригород и продают там с наценкой это я тоже знаю вот но вот так вот лента пишет наверное так удобнее может быть кому-то еще это удобно и мне на самом деле все равно и почему она не пишет сумму до скидки не знаю но зато прописывать скидку чтобы знали сколько сэкономили с карточкой ленты вот так что вот такие вот были покупки у моего мужа вот но любит он у меня всякую всякую якая есть в нас тоже баловать очень любит вот я надеюсь вам понравилось такое видео оно было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал ставьте пальчики вверх нет очень приятно всех люблю целую до новых встреч а